всем привет дорогие друзья у нас сегодня будет разговорное видео на тему медицина в германии очень избитая тема уже столько много роликов по этой теме вышло я вот собственно сейчас посмотрел один ролик и как-то на меня так задел что ли как-то его тоже решила снять видео на эту тему рассказать о своем опыте в общем я не буду давать оценку хорошая ли медицина в германии либо плохая она я некомпетентна в этом вопросе но все-таки я просто расскажу вам свой опыт как я связывалась с медициной в германии он у меня богатый поверьте поэтому я считаю что я имею право даже и дать какой-то дать какую-то оценку но я не буду этого делать вы уже посмотрите и сами решайте хорошая в германии медицина или нет я только расскажу о своем опыте начну я с того что девочка значит рассказываю говорю девочек потому что ну она действительно очень молоденькая видимо захотелось снять видео ну просто для контента и она даже сама не понимает какую серьезную тему она затронула в принципе она начала с того что значит многие мигранты жалуются на то что из германии медицина никакая давайте в этом разберемся затем она снова говорит что слава богу я никогда не болела ничем серьезными в принципе опыта никакого нет да но взялась о чем-то судить и какие-то оценки кому-то давать вот это мне немножко как бы ну тоже не сказать что возмущает но ну да наверно действительно возмущает если ты некомпетентным зачем ты тогда видео снимаешь на такие серьезные темы в чем у тебя вообще нету никакого понятия когда начнем с того что на 5 лет германии всего живет и о чем-то может рассуждать было пару раз у семейного врача по поводу простуды берется рассуждать о такой серьезной теме такой масштабной медицинской проблеме да тут германии уже она действительно давно вся эта система устарела и уже действительно проблема ну давайте начнем начнем с самого начала ну во-первых я что могу сказать я могу и сравнить я живу двадцать семь с половиной лет германии и могу сравнивать в общем мы приехали в 1997 году сюда и была такая медицина ну просто фантастическая конечно же уже это здесь такие технологии были не такие как у нас в россии да тут намного лет на 20 они ушли вперед даже недалеко ходить когда я пошла в зубном врачу у них уже давно такие методы были и такие пломбы они ставили каких в россии еще тогда не было когда мы приехали здесь действительно была очень хорошая медицина было достаточно врачей и до такой степени что можно было бы было выбирать врача если вам кто-то не понравился врач можно было уйти к другому врачу и врачи как друг другом конкурировали и и как боролись между собой до конкурировали между собой за пациентов конечно это уже большое качество дает я считаю когда есть выбор и человек может выбрать лучшего для сравнения сейчас не то что выбрать уже идет разговор о том как хотя бы найти кого-то вот вам тоже пример из жизни одна знакомая моя чем она болеет да у нее хроническое заболевание ей нужно ходить к врачу там брать медикаменты ну и вообще на проверку ходить регулярно не ушел у нее ее лечащий врач на пенсию и она не могла найти врача она была в таком отчаянии пошла страховую компанию медицинскую и говорит вот так и так у меня значит хроническое заболевание мне нужен врач а я его не могу найти никто не берет потому что везде переполнено врачей но и врачей можно другой стороны понять у них столько пациентов они не справляются врачей не хватает в германии хорошие специалисты уезжают термины мы получали в то же время практически да чуть ли не в этот же день можно к домашнему врачу можно вообще было без термина приходить нужно было заранее делать какое-то назначение приходить ты пришел там подождал немножко а сейчас это же невозможно сейчас даже с назначением сидишь часами ждешь и потом зайдешь в этот кабинет и там буквально две-три минуты и все тебя доктор не смотрит не слушает даже если приходишь сангина даже не смотрят горло о чем можно тут говорить о какой качестве медицины больничный ну есть люди приходят не за больничным есть люди приходят что их вылечили ну вот как-то знаете такой конвейер вот тут получается какой-то такой действительно конвейер который пришел карту пробил забежал к врачу сказал халю тебе выписали ибупрофен и до свидания все и все лечение единственное что да тебя ну можешь к этому врачу идти чтобы взять какое-то направление к узкопрофильному врачу до специалисту следующий вам пример значит я в 1997 году я устроилась больницу работать но я конечно же не медицинские работники работала в кухне но я все равно это у меня все на глазах было но я все равно в этой системе работала я это все видела понимаете как когда я пришла в 97 году как выглядели больницы сколько было врачей сколько было медсестер были помощницы у медсестер были санитары было достаточно тех людей которые прибирали до уборщицы больницы и больница тогда была на под расчете у государства и конечно же мы получали зарплаты очень хорошие и у нас какая-то пенсия шла еще дополнительно от штата да кто работал этого наху каков и грехидеев потому что мы работали так там от штата и у нас очень-очень много было преференций вот и наступили нулевые вот и начались вот там началось интересное в общем-то когда пришла к власти фрау меркель начались большие изменения в медицинской сфере ну не только медицинской ну в том числе и медицинской сфере клиники начали продавать частные руки и теперь да то есть если раньше ее датировали датировал государством не нужно никакую прибыль и сейчас конечно же в больницах требует прибыль нужна прибыль чтобы это все содержать чтобы платить персонал и те кто имеют эти клиники да им же тоже хочется получать свои дивиденды правильно и в общем то началась тогда оптимизация начали потихоньку убирать вот этих помощников которые помогали медсестрам санитаров сокращать дошло до того что уборщиков начали сокращать я работала в кухне по кухне тоже могу вам сказать кое-что да если раньше мы готовили в кухне у нас было свежее все привозили свежее вплоть до салатиков мы все это картошку чистили сами делали салаты свежее все 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 потом постепенно тоже начали у нас людей убирать кто там если эту работу делали мы четверо брали одного человека мы должны были с этой работой уже троем справляться и вот таком ключе да то есть начали оптимизировать сокращать персонал чтобы сократить расходы и увеличить доходы соответственно правильно я не знаю конечно кому то такая замечательная идея пришла в голову но но видимо кто-то на этом хорошие большие денежки заработал я думаю вот и постепенно это все становилось все хуже начали экономить на все также у нас кухне и вот каждый день все ухудшалось ухудшалось даже по больнице было видно да если раньше больница блестела ты шел там все стерильно все блестело а с годами везде это качество ухудшало любой бронжи в германии вот именно вот это я думаю этот перелом как раз и начался в двухтысячных в двухтысячных годах вот везде эта оптимизация пошла во всех бронжи начали сокращать персонал и то есть мы когда приехали да мы все-таки пожили еще в хорошей германии ну лет пять да может быть ну и побольше может лет десять я скажу да что было прям ну совсем совсем по-другому где сейчас было очень чисто было на улицах можно было босиком практически ходить за всем ухаживали везде были порядки если ты делал назначение врачу ты приходил ты заходил практически в то время которое тебе было назначено и так везде и в любой даже ант если ты приходил финанс ант или куда-то все это делалось практически никаких ошибок никогда не было сейчас любой что ты не сделаешь всегда какая-то звуквоздка всегда какая-то ошибка то есть мы уже теперь привыкаем к тому что ну ничего не идет просто да что обязательно будет какая-то ошибка обязательно какой-то дополнительный запрос обязательно надо будет что-то объясняется с кем-то что-то кому-то доказывать какие-то документы приносить и мы уже к этому привыкаем вот что самое страшное и еще представляете да вот коротенько все скажу насчет назначение сейчас врачу если идем к домашнему врачу если приходишь сейчас уже естественно нужно делать назначение позвонишь скажешь тебе скажут время вот только вот только ты пришел вот например 10 30 термин приходишь в 10 30 полная вартоциммер это комната где ждут пациента она полная садишься ждешь час иногда доходит до такого что ждешь полтора часа вот так у меня у женского врача мне просто даже идти туда не хочу и причем прошлый раз я была нужно за полгода вперед делать термин женскому врачу нас теперь уже где-то 8 от 8 до 12 месяцев мы живем здесь таком городе у нас здесь очень много беженцев с украины им же тоже нужны врачи а врачей у нас и на наше население не хватает и еще такая нагрузка приехали столько приезжих им тоже нужны врачи и поэтому ну просто система больше не справляется и мы стоим такое впечатление что скоро ну просто коллапс наступит еще если вот так не контролируемые приезжают мигранты и иммигранты страну ну просто тут квартир нет врачей нет ничего нет ничего не хватает в школах мест не хватает садиков не хватает вообще за что не возьмешь ничего не хватает на дорогах уже ездить невозможно потому что все так забито да ну и давайте я вам скажу расскажу свои примеры и жизнь как вы уже судите как какая медицина тут хорошая или она не очень хорошая либо накатастрофическая но начну с себя я столкнулась с таким то что к врачам ходишь это для меня еще когда это специалисты домашний врач это еще нельзя сказать что это какая-то медицина хорошая плохая а я хочу сказать о больницах в общем то когда я первый раз забеременела у меня какие-то комплексы были но и в общем меня преждевременные роды были мне делали кесарево сечение первый мой опыт это был ужас это был 2001 год привезли меня в операционный зал а там такой огромный знаете большой к конвейер была я правда в большой больнице в равенцбурге там огромная больница и там вот как бы операционный там несколько человек оперируют одновременно привезли меня еще туда да и решили я решила делать такой наркоз значит делают укол спиной мозг и как бы обезболивают нижнюю часть вашего то есть ноги ничего не чувствуют а вот чтобы ничего не чувствовала потому что там где-то вот до середины шивота до пупа да вот а тут наверху вы полностью согласен в сознании чтобы ну как комментировать как бы роды на что ну мамочка чтобы помнила когда ребенок чтобы ему дали не до чтоб ребенок к маме на ручке сразу попал в общем то ну такая была задумка операция была не готова возможно это из-за этого в общем то мне ввели значит этот укол все я легла ждала нужно было какое-то время подождать и ночью ради говорит вы должны если почувствуете что-то я вам буду брызгать сбрызгал как на место да где на живот если вы будете чувствовать кашки ну раз побрызгал я говорю я чувствую второй раз я чувствую ну подождали еще какое-то время он еще раз брызгает я все чувствую он говорит да не может быть ну ждем какое-то время и начинаем и они меня начали резать на живое я до сих пор своих ушах слышу этот крик как я кричала я еще не была готова мне было больно и тогда мне они срочно надели маску на на лицо и все я больше ничего не помню потом я проснулась уже когда отходила в такой комнате специально где отходят от наркоза и очень долго отходила практически меня двойная доза получила у меня и общий наркоз и спина и я в принципе от наркоза отошла а нижняя часть туловища у меня еще отходила какое-то время и не чувствую у меня было такое чувство что моя нижняя часть тела где-то внизу как будто соединенное от меня и где-то ниже чем я такое у меня было чувство это мой был первый опыт второй мой опыт был так как первый у меня было кесаревое сечение второго ребенка тоже не смогла родить в общем то хотела сама рожать но не получилось тут у меня уже был хорошие молодцы врачи спасибо им огромное кто-то оперирован тогда все прошло замечательно среагировали если на чтобы они очень плохо выходила из наркоза потому что крови очень много в тот раз потом еще хотела бы сказать по поводу детей было моим сын очень заболел у него знаете было воспаление внутреннего уха ну во первом из том что мы ходили к врачу очень много раз его смотрели слушали никто ничего не мог определить пошли мы к своему потом детскому он выписал что-то нам ребенок попил эти лекарства какой-то знаете такой сок выписывают температуры и далее конечно же свечки попу вставлять от температуры тут вечером у меня ребенок прям горит и горит горит и горит ну я прям чувствую вот его беру в руки а он у меня как этот ну уже теряет теряет создание ребенок он ну у него все вот так болтается головка не держится я температуру мерить а у него уже 40 42 что ли мы его схватили машину в больницу в этом но там фнамы экстренная помощь сами туда приезжают скорая помощь можно туда сами приезжать можно вызывать но мы решили что сами сами привезли больницы вы думаете его кто-то посмотрел было два годика на года три месяца мы стоим стоит два врача в приемной они говорят мы не имеем права его осмотреть как не имеете правда посмотрите ребенка 40 с лишним температура за 40 мы не можем мы не имеем права они даже не глянули звоните детскому врачу есть дежурный врач врачу звоним ну куда вести ребенка хуже и хуже я уже эти свечки ему вставляю вставляю ну сбивала температуру немножко там но она все равно высокая она держалась не сбивалась я его и уксусом смазывала что только я не делала позвонили вы который детский врач который дежурил приезжайте мы не можем приехать мы и он не но он уже никакой ребенок приезжайте в нет я не могу у меня пациенты я не приеду я не помню как я эту ночь пережила ну как-то пережила я возле его себе терла этим уксусом эти постоянные вставляла ему эти свечечки но в то время переехали в дом уже жили в доме были как бы в этой местности новенький хороших не знали где есть хорошие врачи вот которых нашли где мы ходили в общем-то те люди у которых мы купили дом у нас но неплохие отношения были и в общем-то ваня позвонил этому мужчине до которого мы дом купили и спросил говорит вот так и так врача хорошего он говорит вот езжайте туда-то туда-то это очень хороший врач то вы думаете приезжай мы к этому врачу он смотрит маркуса говорит у него у него воспаление уха он нам дает антибиотик еще что-то мы приезжаем домой начинаем давать им эти антибиотики какой-то сок она мы тоже выписан у меня на следующий день ребенку легче и он пошел на поправку вот так вот вот такие бывают врачи дело не в этом да вот что вот такое отношение когда я приехала в больницу с ребенком у которого температура 40 с лишним 42 у него температура они даже не подошли не посмотрели ну как так можно я не понимаю потом следующий случай когда мы лежали болеть это был ваня повредил руку вообще-то тоже оперативно спасли ему руку практически пришили ее хорошие врачи попались нейрохирург дай бог здоровья есть специалисты дело в том что здесь хорошие медики хорошие врачи есть но они в такие условия поставлены этой системой что многие не выдерживают не хотят здесь работать и уезжает и остается только то что остается да либо приезжие которые приезжие проблема в чем с врачами том что они не понимают язык на сгадами они конечно выучат но иногда вот просто что поставить диагноз очень важны симптомы да а если врач и пациент друг друга не понимают как ты можешь тут поставить диагноз лучше был с моей мамой когда она лежала в больнице знаете ее ее три раза резали и ногу резали три раза чистили все началось у нее тоже тогда с пальцем вот наился палец она срезала ноготь иначе началось какое-то загноение в общем она внесла видимо грязь болел у нее она мазала вольтареном и занесла видимо грязь и вот у нее началось вот этот сепсис и вот они и режут 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 и режут сделают операцию наркоз какое-то время проходит у нее опять адские боли опять ее начинают резать опять вычищают гной там прям гной зеленый выходил с ноги с этой второй раз делали до такой степени не эту ногу и разрезали что до самой кости зашили эту ногу еще потом полгода ездили под санитары и они ей эту ногу перебинтовывали да да она на нее наступить не могла вот постоянно какие-то какие только диагнозы не ставили и даже хотели ногу отрезать что пришу приехала ко мне не раз папа и говорит леночка доча значит это врач хочет со мной поговорить в давнем время подумать чтобы я дал согласен то чтобы ампутировать ногу на чтобы спасти у меня как услышал нет нет конечно все мы поехали с этим врачом разговаривать и мы сказали нет и мы сказали мне дадим согласен на то что отрезать ногу они потом решили ну да ну в принципе можно еще какой-то вариант попробовать но очень будет длинный операция будет очень долго длиться около пяти часов это уже другая нога не то что которую ей резали когда она гноелась это другая нога была там у нее были проблемы с венами не проходила кровь все можно сделать просто потом я так подумала почитала кто там действительно чтобы отрезать ногу стоит 15000 ну я условно говорю да операция три с половиной тысячи и поэтому они решили ногу отрезать ну а как я по-другому не могу объяснить ей почему почему так сразу и ногу отрезать человек приехал в больницу полторы недели пролежала и уже ногу хотели отрезать потом мама лежала в больнице привезли и у нее легких набралось у нее выкачали с легких где-то полтора литра воды выкачали воду подержали немножко они все хуже и хуже и хуже и хуже и выписали домой выписали домой она дома побыла неделю у нее пять легких вода начала собираться у нее прям во всем организме собиралась вода вот знаете по ноге вот так вот надавливала там прям вода вода привезли и опять в больницу а врач говорит а зачем вы ее привезли а папа папа так растерялся он как зачем мне вода опять собирается ноха ну подергались подергались все таки они взяли маму попала на какой-то другой штацион тогда и там был другой врач и он маме выписал таблетки оказывается у нее давление сердце да очень слабенькое сердце у нас был выписал я такие такие таблетки которые регулируют давление дорогие очень хорошие таблетки наш врач сказал что они там сколько там было я уже не помню 200 или 300 там было этих таблеток вообще они стоили 500 евро около 500 евро если покупать за свои деньги мама начала принимать и таблетки и лучше лучше и она как-то начала и даже голова вот пришла постепенно она восстановилась она хорошо она после того еще два года прожила хотя и уже тогда когда на первый раз поступил больницу нам давали там чуть ли не готовьтесь когда на сердце первый раз попало тоже был после того как она с ногами было как-то до 2016 года было еще более-менее знаете а вот после 2016 года ну вообще начался такой резкий обвал абштурс я сказала медицины все летит тын тарары вот я иногда даже как-то задумывалась господи хоть бы не заболели кто-нибудь из родителей я уже это как будто чувствовала знала что будет потому что здесь плохоперство потому что его мало практически его нет в одной да на одну медсестру вот я остановить строй разговаривала когда папа был в больнице поймите у меня 15 пациентов и нажимаешь на например есть такая вот тревожная кнопка если кто-то нажимает тревожную кнопку она не может сразу прибежать жизни человека бывает секунды играют роль поэтому вот как-то все так вот печально сейчас больницах ужасно бабушка наша это попала мне деменция старых людей здесь вообще за людей не считает потому что какого-то возраста и даже ничего не делает наши бабушки она перестала кушать мы не могли не кормить привели в больницу вот она ничего не ест и сон начала худеть она не пить не есть не хотела но естественно мы переживаем ее повезли больницу мы ваня чуть ли не не заставили не заставил сделать обследование и зачем оставьте бабушку в покое оставьте ее умирать такие вещи нам рассказывают как мы не можем умирать оставить ваня говорит это же моя мать как я ее могу оставить умирать ну вот я уже 90 лет да хоть сто или она же бодрая плана нормально у него у нее ничего не болело вот она просто резко не стала кушать врач нам говорит она включила программу самоуничтожение когда услышала я думала или я сплю или что это мне врач рассказывать да я же не пришла не к экстрасенсу я пришла к врачу мне такие вот рассказывают включила программу самоуничтожение не говорю ну в общем я еще боролась какое-то время за ее жизнь мы не домой привезли во первых если вы видели когда мне не привезли домой но она уже практически не ходила передвигалась только на стуле инвалидном кресле вот и привезли мне и санитары от больницы привезли спустили вниз помогли все нам не захотела в туалет пошли мы с ней в туалет извините за подробности и начала на памперсах у меня ходила я начала это хотела папа снять да ну в туалетах я снимаю там литра три то есть этот памперс уже я не знаю на них сутки наверно был и никто из них даже не удосужился его поменять и вот этот бабулечка сутки ходила вот в этом мокром памперсе никаких у меня вообще слов тогда не было знаете это уже просто ну вот у нас единственная кровь только умерла дома остальные все умерли в больнице в общем там когда мы ее забрали с этой больницы она еще пожила какое-то время месяц полтора полтора но я боролась как могла на ее жизнь кормила поила иногда через силу последние три дня вообще отказалась она просто выплевывала все видимо уже действительно она как хотела уйти как и врач сказал что он не потому что она не может просто она уже не хотела вот там с папой случилось себя кровь 21 ушла наступил 22 год буквально 10 месяцев прошло и папа попал в больницу никто вообще не думал не гадал не ожидал за две с половиной недели он ушел папой была самая тяжелая история во первых было вот это время ковид 22 год в общем сентябрь октябрь конец сентября начало октября пускали одного человека в сутки нужно было делать тест прежде чем прийти в больницу раньше там на трое суток делали потом сделали в сутки раз то есть я делала один тест и заходила к нему например один день вечером и потом старалась зайти в следующий день с утра чтобы не ащут тест действительным было там оставалось слава богу единственное сказать хочу что вот в той больнице что никто никого не выгонял то есть люди там пониманием относились медсестры и врачи то есть если я заходила могла там целый день сидеть единственное что 8 должна была уйти ну я обычно так и сидела если я утром приходила я до села папы до самого вечера ну там сразу врач сказала что никаких шансов там уже были гематомы финицу вот пять сантиметров причем она это сказала так безжалостно папе сказала и нам сказала полное отрицание ну не верим не верим вот сколько мама с мамой помаялся по больницам сколько ставили маме ошибочные диагнозы и папа как-то думал что у его случится что-то ничего не только пока я все ждал когда его отправят в специализированном для раковых пациентов да у нас в зигмарине это больница такой есть отделение специально для раковых и вот он все ждал там было все забито без не было но ждал когда нас туда переведут сделать биопсию очень долго мы ждали результата биопсии потом все ждал этот результат биопсии что скажет анализ долго ждали как-то позвонил и высказал свое недовольство почему так долго обещали в течение двух-три дней так еще как она начала кричать этом врач лечащий она вообще была такая уже какая была молодая 30 с лишним наверно только после только-только начала я уже я же с ним разговаривала что у него нет шансов он умирает таким тоном он умирает у него же наверное мозги тоже типа она прямо так грубо у него же наверное мозги тоже не работают что рак мозги тоже задел уже видимо что он не понимать я же ему сказал что шансов нет он умирает и у меня он не один у меня здесь столько пациентов вот был шок и он не всегда на нее жаловался я хочу ей объяснить что-то не спросить она гатора торит одно и то же не дает ни слова никто не думал не гадал да полегчало последние три дня вообще такой веселый был даже не верилось правда была такая надежда может правда какая-то машинка его мрт пропустили там все у них уже все все было все это странно пошли уже даже кости надели поэтому никаких шансов папа не было в общем-то хорошо что не мучился и за две с половиной недели он ушел более мукупировали пластыря вот эти вот этот серий пластырь создает солнце с героином да по-моему с наркотиком и вот когда боли прошли он и сам он более-то не чувствовал как бы крыленый был такой что хорошо будет в общем папа тоже он уснул просто не проснулся ну так врачи сказали ну вот потом проходит 10 месяцев и мама попадает в больницу тоже так неожиданно нежданно попала в больницу делать это анализы у нее тоже оказалось рак но и гортани у нее так такая опухоль в гортани выросла что он уже тоже не проходила ни пищи ни вода у нее слизь какая-то начала выходить собираться в общем-то положили в больницу но у нее было гнать и как пока двух кольцов операцию нужно было делать если бы операцию не сделали ну скорее всего если бы совсем перекрыла все тогда но обезвоживание от голода была решили сделать операцию ставите трубку в желудок и кормить ее на через эту трубочку но сделали операцию вроде все нормально первые три дня все было хорошо нормально потому что теперь я не знаю внесли маме какую-то инфекцию когда делали операцию или организм у нее так среагировал в общем у нее опять пошел с этим пошло на город нагноение ставили антибиотики ее кстати выписали мне что-то начало с головой очень но она как будто как неадекватно какая-то стала у меня такие глаза были бешеные потерялась пространстве такая в общем разве говорит может давать и как ее заберите домой она как-то ну правда хочет их скажем не хуже хуже она как-то себя чувствует он имел виду ментально да но я конечно буду на дома стены лечь и забрала домой вот она такая счастливая была в этот день ходила даже что-то покушала я делаю блинчики какие-то она даже покушала вот а потом и хуже стало к вечеру ну я ее положила спать потом ночью пришла она у меня на полу сидит она видимо хотела встать в туалет но в общем она не смогла больше идти в туалет и я уже ее потом водила ручками ну с руками вот так брала и вела с собой под руку я даже и взять не могла не справлялась и прям брала вот так двумя руками вела и тогда это как-то функционировал я думаю может быть у нее в эту ночь бы как я немножко парализация была какую-то инфаркт инсульт скорее всего я думаю у нее в эту ночь случился инсульт и такой ну небольшой что не немножко рот увело и у нее правая рука найти не двигаться на и не могла поднять когда к врачу но мы на следующий день ее сразу утром пошла к врачу начали вызывать скорую не приезжают говорят нужно идти к врачу брать какой-то рецепт в общем я уже я сейчас если честно не помню я тогда делаю это все на таких эмоциях в общем я на этот день успела этот рецепт взять ко всем врачам съездить еще какие-то и ваня позвонил какую-то службу которая возит ну не на скорой оттуда в больницу да вот привезли мы ее в больницу она там пять часов сидела лежала ждала когда ее примут и причем туда никого не запускают она там была одна ну так как комната ожидания тоже какие-то вот такие знаете одевают на руки вот эти браслетики желатый синий зеленый кто в общем у мамы у мамы был синий не очень срочно положили я потом в больницу но там хороший был что-то он последний за не очень хорошо ухаживали прям уже жидкость у нее сильно началась но тут я ничего не могу сказать здесь вот этот уж что ционе в последнем который мама которого она и больше не вернулась там хорошо ухаживают вот такая вот у нас топе тут медицина и вот поэтому мои хорошие желаю всем вам здоровья и здоровья вашим близким чтобы никто не болел не попадал в врачу к врачам хорошим ли не очень хорошим будьте все здоровы надеюсь что когда-нибудь эта ситуация здесь поменяется и хотя ближайшего время этого ждать я думаю не стоит поэтому берегите себя своих близких спасибо всем за внимание за время которое вы уделили может кто-то что-то напишет какие-то интересные свои истории я вам рассказала то что было в моей жизни свою историю свой опыт больницами желаю никому не попадать больницы будьте здоровы друзья все до следующего видео всем пока